Здравствуйте дорогие наши садоводы, наши подписчики. Сегодня я достала каллы клубни луковицы. Посмотреть, осмотреть и уже начну их проращивать. Каллы можно выращивать прямой посадкой в грунт, но цветение это будет не раннее. Для раннего цветения лучше каллы прорастить. Кто если выращивает в горшках, конечно тоже намного проще. Сейчас уже наши садоводы многие тоже уже сажают прямо в горшочки и эти горшочки потом вносят уже с пророщенными каллами на свои дачные участки. Кала очень долго наращивает корневую систему, примерно месяц. И вот этот месяц я всегда делаю так, чтобы это у меня прошло в домашних условиях, на проращивание. Храню я каллы в бумажном пакете в холодильнике. Осенью выкопала, просушила и убираю на зимнее хранение. И вот где-то в начале апреля, раньше чем гладиолусы, калы я достаю. И перед этим, перед тем как их посадить, их нужно замочить. В любом фунгициде. Есть если Максим, фитоспорин, простая даже марганцовка. Я замачивала в этот раз в марганцовке. Часа на два на три. Сейчас я уже этот раствор слила, так как я уже буду их рассаживать. У меня, конечно, получилось в этом году такое недоразумение. У меня три сорта. Калы я подписываю, вот такие ярлычки ставлю, когда высаживаю в грунт. Люблю их выращивать в грунте. В коржках пробовала, но быстро как-то пересыхают. Я же не каждый день в саду и поэтому в грунте у меня они лучше и лучше себя чувствуют. И ставлю такие ярлычки. И когда я осенью убирала, смотрю, у меня только на одном ярлычок, на одной кучке. А два, две, два сорта можно сказать, ярлычков нет. Ну не знаю, куда делись. Может пололи, убрали, может как-то не знаю. Но что сделано, то сделано. И опять же тут уже я сглупила. Мне надо было эту кучку выкопать, например, и самой подписать. Не знаю какой. Вторую кучку, не знаю какой. А какой и был, такой и есть. Но я что-то растерялась и все вместе сложила. И так все и хранила вместе. А сейчас вот думаю, почему же я так-то не сделала. Конечно, мне принципиально какой сорт где их растет. Я их выращиваю для себя, мне это не надо. Просто, что когда высаживаешь, например, красный, желтый отдельно. А сейчас у меня могут получиться так, что красный, желтый вместе, например. Но посмотрим, как будет. Теперь уже мне не повернуть назад. вот они у меня, мои калы. Они уже все проснулись. Вот уже дают почки такие набухшие. Калы такого растения, у которого и лист, и корни все растут вверх. Клубни-луковица вот какие. Вот уже все у них идет. Просятся они уже посадить. Можно их разделить. Можно посадить так. Вот, например, вот эту я сейчас разделю. Вот разрежу ее. Вот так вот разделю. Вот так разрежу. Это место нужно обработать. Я обработаю зеленкой. Потому что я буду сейчас уже сразу же сажать. Вот так вот. Все продезинфицируем. Чуть-чуть полежат они так. Подсохнут. И можно будет уже в землю. Вот. Вот. Но эти, конечно, я не буду делить. И эти тоже не буду. Остальные вот так вот они у меня все. Но вот это вот смотрю, наверное, тоже вот так вот. И можно маленечко отделить. Так она и просится уже. Обязательно надо срез продезинфицировать. Так. Так посажу. Ну и эти маленькие у меня. Тоже посажу так. Ну и что. Приступаем. Так. Горшочки. Нужно емкости. Какие-то, чтобы сантиметра на 2, на 3 они были по диаметру больше, чем посаженный клубенечек. Я взяла вот эти вот. У меня есть такие стаканчики. Обязательно сделаем дренажные вот эти отверстия, дырочки. В нескольких местах. Чтобы лишняя водичка уходила. Так. Наполняем на 2,3. Так. И ставим клубни луковицу. Вот так она у меня стоит. И на 3 сантиметра закрепляем. Вот так вот она у меня будет расти. Ну, конечно, я ее сейчас полью. Так. Все. Сейчас я это все полью. Вот. Один готов. Все. Я полила. Сейчас остальные все свои клубни луковицы тоже я посажу под дом. И сверху я их закрываю потом вот так вот пакетом. Мешочками просто. Чтобы быстро не испарялась влага. Чтобы мне не приходилось часто поливать. Потому что нужно следить, чтобы земля была влажная. Не пересыхала. А так хорошо. Долго не надо поливать. Спасибо, что вы с нами остаетесь. Спасибо, что подписываетесь. Всего вам доброго. До свидания.